Капотик Санта-Фе Тут у нас немного вмятин Но тут есть приколы Какие же? Во-первых, покрыт капот пленкой Еле уговорил клиента, чтобы снять Ну вот, вмятин тут, в общем-то, немного Может быть, ну, десятка-полтора на весь капот Но проблема в том, что сверлить его хозяин не хочет В общем, делать придется только крючками Приклеиться клеем сюда не получится Потому что он в пленочке Вот, особенно меня не радуют Вот эти вот вмятины, которые на краю элемента Так что будем бороться при помощи Вот этих хитрых крючочков Пытаться подлазить Единственное, на что я уговорил Вот, это засверливаться можно, допустим, здесь Там, где под обшивкой Вот, ну, это как бы Хоть какая-то есть возможность Куда-то подлезть Ну, еще раз повторюсь Не так уж много вмятин И работать Поэтому придется Только крючками Потому что пробойником, если бить по Пленке Она, скорее всего Придет в негодность Поэтому придется Делать это все дело Только крючочками И больше ничем Ну что ж, приступим Потихоньку Вот, примерное количество вмятин С которыми придется побороться Самые крупные Это вот такие вот Размером может быть С двухрублевую монетку Вот И поменьше Вот такое Даже Не хочет скотч клеиться Наполированная До безобразия Машина Хозяин следит Ладно Тут снимать особо нечего Надо уже браться Ставить подвесик И Начинать Делать Машинку Ну, вот еще Мятинки находятся Ну, в принципе Пока что В общем-то Что хочу сказать По Детали Во-первых Отверстия Технологические Пока что Я через них работаю И В общем-то Расположены В таких местах Что более-менее Доступ есть Вот Это раз Второй момент Как бы Хороший То, что Метал Довольно-таки Приятно Делается Мягенький Вот Пока что Как бы Желания Где-то Что-то засверлить У меня не было Но сделал я еще Штук пять Вмятин Пока что Делается Вот Доступ есть Ну, вот Отчередной Результат Результат Вот она Вмятинка Была Вот Как раз Здесь Следы Немножко Остались Такие Вот Уже Тут Повреждения Как говорится Тут и делать Нечего Это Уже По пленке Тут Лупануло Насос Немножко Краска Отслоилась Внутри Ну, это Уже Как говорится Об этом Речи нет Ну, и Под разными Углами Находятся Тут Небольшие Такие Вот Блички Я их Тоже Буду Поправлять Вот Как вот Этот Допустим Переламывается То же Самое Пока Что Доступ Есть Чего Бо Их Не Сделать Очередной Экспонат Вот Но Опять же Доступ Тут Прекрасный Тут Можно Крючок Какой Хочешь Засунуть Вот Пока Что Я же Говорю Все Хорошо С Доступом Будем Надеяться Что И Дальше Повезет И Технологические Отверстия На На Этой Деталь Будет Обеспечивать Доступ Свободный К Вмятинам Вот Еще Одну Вмятинку Удалось Победить Снежит Камера Безбожно Что Так Это Вроде Уже Ориентиры Есть На Чего Автофокусу Наводиться Мне Честно Говорю Даже Понравилось Работать Только Вот Крючочком В этом Что-то Есть И Делать Начисто Сразу Дабы Потом Не Забивать Очень Даже Интересная И Приятная Работа Ладно Продолжаем Дальше Еще Тут Есть С чем Поиграться Так Периодически Буду Подснимать Продолжаем Экзекуцию На капоте Под Уступ Вопросов Нет Тут Заглушка Есть Пластиковая Вот Я надеюсь Вот Такими Крючочками Вот Столистами Можно Будет Туда Добраться Вот Так Вот Потихоньку Помаленьку Одну вмятину Уже Почти Выковырял Вот Она Была Донышко Донышко Ну Еще Как мы видим И Блик Еще Остался И Получился Вот Здесь По центру Как Накольчик Кругом Такие Как бы Рытвинки В пленке Ничего Потихоньку Помаленьку Я справлюсь С этими Моментами Еще Надо будет Приподнять Ну И вон На очереди У нас Следующая Такая же Красота Пользуюсь Только Только Крючками В принципе Получается Тем более Что белый цвет Я думаю На улице Уже Таких Вмятин Остатков Уже Видно Не будет Вот Как Здесь Я снимаю Ну Все Это Будет Дорабатываться Постепенно Потихоньку Потом Острыми Крючками Я еще Доправлю Потому что Здесь В принципе Вот Сейчас Я Уменьшу Достаточно Такой Клюв Большой И Скажем так Грубовато Он работает Но для Первоначального Нормально Подъема Вот А потом Еще раз Постараюсь Снять Вот Эти Вот Вещи Остаточные Надо Будет Доковыривать Уже Остреньким Как бы Шильцем Подправлять Ладно Поехали Дальше Пока Что Все Получается Конечно Прикольно Работать Без Клеевой Нету Пробойника Нету То есть Есть Только Крючки Интересно Потихонечку Все Выравнивается Вот Вот Вмятинка Была Вторая Все Нормально Переходим Дальше Очередная Красота Тут С подвесиком Можно достать Прямо На краю Элемента Ну Вот Умятинка Наша Я даже Пальцем Тут Давлю Она В открытом Доступе Так что Я думаю Я с ней Довольно Легко Справлюсь Вот Так вот Интересно Приходится Работать Через Пленочку Аккуратно Стараться Не передавливать Чтобы Не было Наколов Потому что Если их Забивать Будут Проблемки Тут и так Вот Мы видим На пленке Кучу Всякого Хлама А если Бить По Пленке Будут Оставаться Следы У нас Так что Будем Работать Аккуратно Ну Прямо Как в фильме Буду Бить Аккуратно Но Больно Надо Работать Аккуратно Без Наколов Вот Так Таким Острым Острым Крючком Все Прекрасно Получилось Сейчас Настроится Наш Автофокус Как мы Видим Удалилась Вмятинка Очень Даже Корректно Хорошо Вот Она Потерялась В Этой Шагреньке Что Не Может Не Радовать Поехали Дальше Вот Этим Острым Крючочком Работать Он У меня Заточенный Прям Как Шило Вот Очередной У нас Дефектик На капоте Надо Чуть Смести Ветер У нас Метет Пыльцу Хорошо Что Защищено У нас Все Пленкой Прикольно Даже Работать Вот Чистую Еще раз Повторюсь Пока Что С доступом Все нормально Острым Крючочком Получается Вот Такая Очередная Вмятинка Будем Делать Чисто Работать Аккуратно Без Наколов Тоже Интересно Вот Своеобразно Так сказать Работать Только Одним Инструментом Крючками Хорошая Тренировочка Получается Так что Бояться Не надо Пленки Просто Надо Работать Аккуратно Но Опять же Если Позволяют Повреждения В данном Случае Мне пока Что Повреждения Позволяют Делать Аккуратно Там Уже У нас Все Чистенько Здесь Еще Предстоит Поработать Ямочка Оказалась Хитрая Половина Я Уменьшил Сюда Она Вышла Хорошо А Дальше Она Вот тут Немножко У нас Получается Под усилителем Но Опять же Доступ Очень Хороший Тьфу-тьфу Вот И Вот Таким Вот Самопальным Самодельным Китовым Хвостиком Или Ласточкиным Хвостом В общем Кто как Называет Вот таким Самопальным Кручочком Очень Даже Эффективно Она Делается Ну Сейчас Доделаю Покажу Так Наводись Резкость Во Блин Не хочет Уже Осталось Тут Мелочевочку Чуть Доковырять Вот Тут Еще Видно Немножко Остреньким А так В принципе Уже Нормально Там Даже При Увеличении Видно Вот Они Пупырики Которые Такая Своеобразная Шагринь На Пленке А вот Где Была Вмятинка Уже Более Менее Все Спокойно Ну Сейчас Я Дочищу Вот Так Потихоньку Помаленьку Капотик Очищается Ну Мелочевку Такую Ерунду Как говорится Я не Снимаю Подправляю Ее Вот Очередная Мятина Вот Она У нас Сейчас Чуть поближе Тут Листочку Поставлю Вот Плохо То Что Тут Я Край Как бы Выплеснулся Наводись Вот Вот Она Мятинка Оказалась Вот Здесь Вот Отсюда Доступ Вот Таким Вот Крывым Крючочком Был Что Получилось Наводись Рескость Чуть Чуть Осталось Сейчас Еще Чуть Остреньким Надо Поддавить Так В принципе Все Нормально Чуть Чуть Еще Надо Остреньким Крючочком Как Шива Пало Еще Немножко Еще Чуть Чуть Ну Тут Уже Удары Как Немножко Под Наклоном Стоит Это Уже Удары Я На Не от Града Скорее Всего От Камней Поскольку По Характерным Так Скать Как Они Видятся Скорее Всего Это Гравий Летел Ну Ничего Вот Осталось Тут Жменьку Этих Убрать Вмятин Вот По Доступу Тут Тоже В принципе Я Надеюсь Если Там Двойного Металла Нету Есть Откуда Залезть И Поковырять Ладно Будем Пробовать Вот Она Картина Маслом Так Пленочка Такой Эффект Интересный Дает Как Пожеван Справился С Поставленной Задачей Так Что Все Хорошо Можно Все Править Вот 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 Это Вот Камешки Что Делать Вот Камешек Вот Тоже Камешки Ну Тем не менее Даже Подними Подними Я Повыбивала Пленку Хотели сделать Прям Очень Чтобы Красиво Было Вот Но Тем не менее Стремиться К этому Надо И При Старании При Желании Как Правило Все Получается Или Почти Все Все Всем Спасибо За Внимание Всем Пока Пока Пока